Высоты и востока, Господи, слава тебе! Антифонное пение, так же как и икона, зародилось когда-то в Византии. Оно представляет собой попеременное звучание двух хоров. Идея проведения необычного концерта появилась у представителей Фонда содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей» Во время открытия уникальной выставки икон из льняной нити крымского мастера Владимира Денщакова, которая проходит в культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Мне кажется, из каждой из этой иконы идет какой-то свет и тепло. И вы знаете, когда я их просмотрел, я услышал какое-то тихое звучание. А вспомнив то, что икона к нам пришла откуда? Из Византии. Вот и пришла мысль усилить это звучание. Участниками программы стали концертный хор Покровского собора под руководством заслуженного работника культуры России Владимира Кима и хор «Курсунь» Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе регент Евгения Тихова. Антифонное пение – это вообще традиционное пение церковное. И можно было бы продолжить эту программу, но в силу короткого промежутка подготовки мы только исполним один псалом, 33-й. А вообще это было бы здорово, когда слушатель слушает, поет один хор, другой хор отвечает. То есть это беседы как бы двух духовных начала. Музыкальные беседы гармонично переплелись в концерте с поэтическим словом. Свои произведения на духовную тематику зрителям представили известные севастопольские авторы. Младенца прижала, в сторонке сверенно ждала. И я в свое время собрала сборник стихотворений, как редактор-составитель. За 300 лет то, что наша русская литература написала о Рождестве Христовом и о Пасхе Христовой. И под влиянием приобщения к этой традиции у меня появился цикл стихотворений. Я его называла «Дынок Рождеству». И с тех пор я очень часто выступаю в эти праздничные январские рождественские дни. Проведение первого в нашем городе антифонного хорового концерта заложило традицию подобного рода музыкально-поэтических диалогов. Организаторы выразили надежду на обязательное ее продолжение. А огромное количество желающих приобщиться к духовному началу в столь уникальной форме лишний раз подтвердило стремление севастопольцев к познанию основ христианского искусства.